Зайцы пушистые, всем привет! Сегодня по вашим заявкам разбираем тётю Ларису. Разбираем Ларису Гузееву. Очень такой неоднозначный, одиозный персонаж, который достаточно долго на слуху. Сразу говорю, это видео я, конечно же, снимаю только на основании информации, которая есть в открытых источниках. С самой Гузеевой я лично не знакома. Я могу судить по ней только по тем интервью, по тем постам, по тому, как она ведёт свои программы, как она строит диалог, о чём она рассуждает. Или в случае, когда она бывает гостем какой-то программы, как она себя ведёт. Естественно, не ставлю целью кого-то обидеть, оскорбить или к чему-то призвать. Мы с вами просто смотрим на разных персонажей нашей эстрады и, возможно, подмечаем какие-то фишки, возможно, в себе какие-то эти черты видим и думаем, стоит ли не стоит их прорабатывать. В общем, давайте, поехали! Посмотрим. Кто же у нас такая Лариса Гузеева, да, почему так долго ей удаётся приковывать к себе внимание, в чём её уникальность, а в чём просто продуманный такой подход, очень верно выбранная стратегия. Итак, Лариса Гузеева. Родилась она у нас в деревне, в деревне, в Оренбургской области. Девочка с Урала, из совсем такой достаточно простой семьи. Там, по-моему, мама педагог, да, папа. Ну, у неё не папа, у неё отчим, у Салмана про отчима говорит тоже. Человек достаточно такой скромный, любитель читать, но порядочный, как она о нём всегда отзывается, да, не пьёт, не курит. То есть у неё есть брат, у неё был ещё один брат, но он умер в раннем возрасте при трагических обстоятельствах, вот, то есть вот по её детству так. Ну, естественно, такая красивая девушка, да, такая характерная, харизматичная. Она же не просто красивая была по молодости, да, в первые свои, там, сколько, 30-35 лет. Она действительно очень такая типажная, да, есть в ней вот эта вот дерзкость, да, есть в ней вот какая-то такая уникальность. Конечно же, внешность у неё была практически идеальная в молодом возрасте, то есть это классическое такое лицо, которое было бы, наверное, приятное Голливуду, которое было бы приятное ей, там, большому экрану и немножко удивительно, почему не так много у неё по большому счёту ролей, да, был вот этот жестокий романс, благодаря которому она стала прорывом года, благодаря которому её страна узнала и знает до сих пор, и причём знают вообще разные совершенно поколения, да, это стало её звёздным часом. Она, как и многие актёры, да, которые стали заложником одной роли, которые вот так вот явно закрепились благодаря одного фильма, этот фильм, ну, не то, что она его не любит, но она говорит, что она его особо-то и не смотрит, её раздражает, когда её мама этот фильм включала, пересматривала. Странно, вот здесь я немножечко как бы напрягает, почему у Гузеевой так мало заметных ролей, да, она востребована, она востребована как телеведущая, она востребована как театральная актриса, как участница каких-то проектов, то есть она закрепилась, деньги у неё есть, да, как говорится, на хлеб с икорочкой она себе там явно зарабатывает, всё у неё неплохо. Но как-то вот смотришь на неё и удивляешься, вроде бы могла бы-то побольше, да, что не так. Мне кажется, причиной этому явилось сразу несколько факторов, несколько составляющих. В принципе, её непростой, её жёсткий характер, то есть она из тех, кто не будет стелиться, они будут идти на компромисс, либо, как я сказала, да, либо будет моя система, моё видение, либо никак. Я думаю, она немного лукавит, говоря о том, что, ну, типа она никогда бы вот не легла бы с режиссёром за роль, и она приводит примеры там, ну, абстрактно, да, там якобы каких-то актрис, там каких-то ведущих, которые за роль готовы на всё, но если мы посмотрим на её биографию, мы вспомним, что мужчины, с которыми она была, там в том числе некоторые из них, достаточно влиятельные были в определённых кругах, эти мужчины ей, ну, там, некую протекцию делали. Конечно, я не думаю, что расчёт какой-то был первичен, нет, она действительно женщина страстная, для неё важно влюбляться, для неё важен именно интерес, да, ну, мы сейчас вернёмся ещё к её историям, но уж вот так вот категорично нет, то есть мне кажется, что она вот почему как-то так не получилось какого-то великого продолжения в кино, да, после служебного романа были, конечно, какие-то роли, вот это кино граффити, кстати, надо бы это посмотреть, да, роман с молодым режиссёром, которого она закрутила, будучи замужем, и вся страна об этом знала, и Гузеева этого не стеснялась, вот она женщина, да, как она говорит, что если замужем, то это не значит, что мёртвая, ну, в общем-то, вот в этом вся она, да, она себе позволяет много, она себе позволяет больше, но другим она это не позволяет. Я думаю, дело в характере и в том, что она где-то, наверное, не адаптировалась, там сразу всё наложилось, наложились какие-то неудачи в любви, а она особенно там в первые 40-45 лет своей жизни влюблялась страстно, влюблялась в волну с головой, да, мы до конца не знаем, что там произошло во время вот этого вот жестокого романса, но как мне кажется, просто вот со стороны, я даже не знаю, на основании чего я это понимаю, но какие-то обрывки фраз, какая-то грусть в голосе, да, была там какая-то влюблённость Михалкова, да, и как-то вот жёстко это всё оборвали, непонятно по каким причинам, то ли он недооценил, не захотел, да, то ли там брачные его отношения помешали, ну, то есть есть там какая-то тоска в той истории, говорят же, что, да, Шакуров, который на тот момент был возлюбленным Гузеевой, то есть он к Михалкову прививновал, ну, что-то там какая-то недоговорённость есть, то есть и после вот этого вот жестокого романса, да, какие-то определённые она лавры получила, то есть она ещё больше расслабилась, но случилось так, что неудача на личном фронте, плюс вот эти вот её алкогольные истории, плюс её характер, когда она не хотела, например, где-то как-то погибче быть, адаптироваться, и она в некое такое, ну, то что затишье, наверное, ушла, не удалось ей закрепиться на какой-то такой ступеньке, но опять же, благодаря её характеру, благодаря её яркости, тем не менее, она на плаву, то есть сначала она была телеведущей там какой-то программы про детей, мам, вот на каком-то канале, какая-то такая тема была, и вот некая вторая слава, некое такое именно вот, да, народное принятие, какая-то вот народная известность, как раз была, да, я давай поженимся к ней пришла, словно у неё была первая волна во время вот этого вот жестокого романса, а теперь уже вот эта вторая волна, то есть тогда она воспринималась как красивая, очень такая интересная девочка, сейчас она воспринимается, ну, или во всяком случае, пытается себя позиционировать, как такая мать всея Руси, да, судья, провидец, да, просто некий такой мессия, правдоруб, да, то есть такая вот королева в некой такой своей вотчине, то есть не всё так у неё плохо, и действительно эта программа, при том, что она сама как-то о ней отзывается, ну, неоднозначно, она, во-первых, как говорит, что не очень хотела туда идти на этот проект, её якобы долго уговаривали, да, какой-то ей эта история вся оказалась очень такой попсовой, несерьёзной, но тем не менее предложение она приняла, соответственно, растут её рейтинги, растут и разные другие доходы в её жизни, и растёт количество предложений. Как ни крути, интернет интернетом, а присутствие на телевидении даёт очень много преимуществ. То же самое можно видеть и по Нагееву, и по многим другим нашим медийным персонам, которых мы чуть ли не с горшков нашего возраста, да, привыкли видеть в экране, то есть поэтому вот с её карьерой вот такие дела, то есть одновременно её характер, или какая-то яркость, они ей дают вот эту какую-то неповторимую харизму, она действительно очень харизматичная, очень такая вот, ну, ты не пройдёшь мимо, и ты её поведение ни с кем не спутаешь, она самобытная такая, но при этом, да, и не дают изменить. Вот эти вот её черты ей там, возможно, может быть, и получить гораздо больше. Я уверена, что она в глубине души считает, что она, ну, как бы, имеет право на гораздо больше и в плане известности наверняка, и в плане уровня жизни. В тех разговорах, которые проскальзывали у неё, ну, там, про себя, про свою там юность, молодость, вообще про свою жизнь, она не раз вроде как-то в шутку со Стёбом, но я думаю, что больше это не Стёб, это, ну, как бы, признание, да, тех фактов, которые уже были, она говорит о том, что она всё-таки, ну, если бы вернулась в свою молодость, то она немножечко не так бы ей распорядилась, то есть вполне возможно, она выгоднее бы как-то вот со своей красотой бы поступила, да, и более, может быть, была бы благосклонна к каким-то влиятельным поклонникам, то есть вот какая-то такая липия, то есть в любом, да, она немного жалеет, и действительно, да, если бы она вернулась, то, скорее всего, было бы так. Так, давайте посмотрим по её любовным романам, чего у неё там такое. Понятно, что многих романов мы не знаем, и так рассказывала тоже Нагиев, который был помладше её, но который успел с ней иметь некую связь и побыть с ней в каких-то компаниях, что, да, она пила много, особенно там, да, в годы своей юности, молодости и ранней зрелости, и всегда около неё вертелись какие-то режиссёры, какая-то там вот тусовка вот эта вот киношно-театральная, то есть, конечно, много-много там было романов, и вряд ли мы когда-то всё узнаем. Но вот по основным векам. Мужчина её, долгая история с музыкантом-авангардистом Курёхиным. Очень такой смазливый мальчик для меня, это типаж, скорее, ближе к коллегу Янковскому, да, такая утончённая красота, правильные черты лица, да, лёгкая такая вот отстранённость, небрежность. То есть, понятно, что явно она была виновна, там не было никакой корыстной истории, по большому счёту, что там вот на тот момент мог тогда музыкант заработать. То есть, да, если это не лауреат многочисленных премий, это не сейчас, когда можно на рекламе, там, на своём блоге, на своём канале, вот такой медийной персоне очень много поднять, или там поехать вести корпоратив за 70 тысяч евро. То есть, тогда всё-таки это всё было поскромнее, это была, как она сама говорит, достаточно такая даже нищая. И вот здесь коммуналки, какие-то скромные квартирки, в общем-то, всё в таком духе. То есть, была там долгость, то есть, с Курёхиным, и, видимо, как-то они очень тяжело расходились. Что там было дальше? Была там история с неким Ильёй, то ли он был ассистент-режиссёр, я вот не помню, кто он был по должности, то ли осветитель, ну, кто-то вот из команды кино. Но очень красивый мальчик тоже, такой типаж. Ну, вот её тянет, в принципе, к красивым мужчинам. Они пусть разные, но они красивые. Но вот этот вот мальчик Илья вот ближе к типажу Брэда Питта. Она, кстати, сама не раз признавалась, да, что именно для неё вот красавец-мужчина – это Брэд Питт. Ей нравится именно вот этот типаж. То есть, вот этот Илья, то есть, он вот туда, в ту степь, как вот мне по его фотографиям кажется, что он что-то среднее между Брэдом Питтом и Абрамовичем, вот по типу внешности. Но там была, по-моему, алкогольная и наркотическая у него зависимость. И, в общем-то, ничем хорошим это дело не закончилось. Там, по-моему, даже трагическая история с ним закончилась. Но я уже дальнейшую его биографию не смотрела. Была вот такая история. Был роман с Шакуровым. Вот как мне кажется, из всех её кавалеров, да, это как раз вот в плане статуса какого-то подходящего такой человека. Да, в плане протекции. И я ещё раз говорю, это благодаря нему она во многом попала вот в этот вот жестокий романс. То есть, конечно, оба типажи странные. Кстати, а вот разобрать как-нибудь Шакурова, он как он вообще? Такой интересный дядька необычный. Да, если уж что-то такое психопатское, что-то такое вот огненное при этом, очень интересное вообще. Как бы к нему, да, всё-таки у меня люди очень разных поколений смотрят. Это тот, может быть, и особо-то не знает эту фамилию. Вот. Была история с Шакуровым, но оба таких ярких, эмоциональных человек, обе звезды, да, оба, обе привыкшие к тому, что на них смотрят, на них там обращают внимание. Ну, конечно, им сложно поделить территорию, и наверняка там много ревности было, много и в том числе и профессиональной ревности, не только ревности, как к поклонникам и поклонницам. Ну, странный роман. Такие романы, они редко чем-то таким хорошим заканчиваются, просто никто не захочет уступать, как правило, да. Быть в тени, быть вторым, ни тот, ни другой не хотели. То есть, ну, они же потом достаточно долго дружеские отношения поддерживали. Как раз вот, да, вот дружба между такими людьми она более подходящая. Что там еще из истории? Димочка Нагиев, как она его называет, вроде так странно, да, они такие разные. Нагиев с его вот этим образом пошловатости и цилизма, да, хотя, опять же, это образ Эйгузеева такая вот с образом матери всенародной, оказывается. Ого-го, они там чего-то покутили. То есть, как сам Нагиев рассказывал в интервью эту историю, да, то есть, когда она уже была достаточно известна, она там что-то пришла к ним в буз, да, все расступались, говорили, вау, это Гузеева. И случайно он там или в этот день, или через день, о, где-то там около буза ее на улице увидел. Она шла с каким-то там начинающим режиссером и просто поздоровался. Ну, она его зацепила с собой куда-то там на вечеринку. Ну, и понеслось. Какое-то время была у них определенная история. Видите, как все бывает. Но до сих пор она о нем очень так всегда хорошо, тепло отзывается. То есть, ну да, в принципе, а чтобы я о нем тепло-то не отзываться, тоже известный человек, в случае чего где-то и поддержит. Ну, Нагиев как-то так очень отстраненно, очень нейтрально все это комментирует. Конечно же, вряд ли у него так до сих пор сохранились чувства. Ну, старается быть как бы осторожным, да, в каких-то комментариях на эту тему. Что у нее там еще? Клаха. Вот этот вот ее, там у нее муж грузин, от которого она своего сына Георгия родила. Ну, как сама Лариса рассказывала не раз, она в программе «Давай пожениться» в том числе эту историю упоминала, что очень тяжело ей пришлось. Все-таки тот факт, что она была другой национальности, тяжело ее принимала семья, и прям вот намучилась она здорово. И плюс, конечно же, мужчина там характер был очень такой жесткий. Как она тоже вот сама не раз откровенничала, что ее все тянуло на каких-то странных, на каких-то необычных. Вот, видимо, она в том числе и Каха вот этого имела в виду, потому что он какой-то, есть такой вот, да, отстраненность какая-то такая, вот, да, созерцательность, какая-то неприступность. То есть, наверное, вот это вот ее в нем и зацепило. Ну, то есть, как мы знаем, да, давно уже они в разводе. Но что радует, что, наверное, и она все-таки молодец. Уже в ней на тот момент была женская мудрость. Ребенок с отцом общается, и даже вот ее дочь от второго брака общается с вот этим вот Кахой. То есть, отношения, в принципе, достаточно теплые, доверительные. Это тоже дорогого стоить. Тем более, что мужчина горячих кровей, да, проще было бы, наверное, да, как-то разбежаться, но тем не менее. Что еще у нее там, да, уж мы сейчас плавно к ее мужу перейдем. Но это уже когда она замужем была. Был вот этот сладенький, смазливый режиссер Апосян, режиссер фильма «Граффити», в котором она сыграла сумасшедшая. Ей очень нравится этот фильм. Ей очень нравится эта роль, да. Но я думаю, дело даже не в фильме, не в роли, а именно вот в той истории любви, которая там у них была. То есть муж как-то это все простил. Вот. То есть надо будет, кстати, посмотреть, что там за фильм такой. Гузеева там уже, ну, не молода, мягко скажем, да, но может быть, правда, что-то интересненькое. И Игорь Бухаров. Как у них там история развивалась. То есть это яркий пример, когда влюбленный человек дальше дрался свою звезду. Оказывается, он был в нее влюблен с юности. Он как-то был там похож в эти круга. Но она была неприступна, она была востребована. Его она всерьез не воспринимала. Они с ним то ли ровесники, то ли на год у них разница. Я вот это не помню. В тот момент, когда у нее все было тяжело, когда она с маленьким ребенком там в небольшой квартирке жила, в общем, как-то они с ним больше, на почве дружеских интересов стали общаться. Ну и закрутилось. И как-то так Гузеева за все эти годы, даже за все эти, получается, десятилетия брака, да, они вместе как минимум лет 20. То есть их дочки, Ольге-то ей сколько, 19 или 21 уже. Ну, 20, в общем, ей примерно, да, лет. То есть, ну, они долго держатся. Как она сама говорит, он ей сейчас мстит за все те годы, когда она как бы была, ну, звезда неприступная, а он ее ждал. Типа там, он востребован среди девушек, он ухожет в тусовку, да, и она как-то вот его ревнует, мониторит и так далее. Но он председатель вот этой вот ассоциации рестораторов, плюс у него свой ресторан. Не знаю, может, еще у него какие-то бизнесы есть. Ну, действительно, я... Мне сложно, наверное, деньги чужие считать, да. Я не думаю, что он какой-то мега богатый человек. Я думаю, этот человек, да, там, с доходами на уровне топовских, московских зарплат, то есть, все у них неплохо, да, пусть бизнес сколько-то его приносит, хотя тоже непонятно, как он пережил кризис. По-моему, жаловался он на тему того, что очень непросто, и его это коснулось. Сама эта его ассоциация рестораторов – это, в принципе, бизнес, да, где много командировок, много общения, много красивых людей, тусовок, и, в общем-то, вот такой вот человек. То есть, была у них с мужем какая-то история, когда, насколько я поняла, он ей, там, была измена, да, но как-то вот они договорились, как-то вот она его простила. Она еще на «давай поженимся» на эту тему говорила, что он там какую-то молодую нашел, что-то он дочкину шапку, ну, шапку, не секс, на себя напялил, да, сказал, что он не хочет выглядеть отстойно, что он сильно похудел, и вот явно что-то у него там было. И даже, помните, был период, она публиковала какие-то такие неоднозначные посты, что, ну, я со своим любимым человеком, меня любимый человек привез куда-то, там, кюрдить, да, она дружит с ним, то есть, якобы он ее любимый человек, или там загадочник какой-то любимый человек был, то есть, она давала понять, что ты от меня свалил, как бы, но я тоже без дела не сижу, я тоже востребована. Видимо, муж там погулял-погулял, и все-таки к ней пришел как-то договариваться. Опять же, я говорю, это то, что я вижу со стороны, да, может быть, и каких-то деталей мы еще не знаем. Мне эта история, вот, как зрители, не увиделась так. То есть, в Гузееве реально есть какая-то мудрость, и это, наверное, нам говорит все-таки о том, что она человек, ну, такой великодушный, все-таки умеющий прощать. Она сама, ну, накосячила в этой жизни, да, не всегда с обниманием относилась к чувствам других людей, но она может и простить какие-то вещи. Ну, я думаю, если уж такие люди прощают, то они прощают один раз, второго раза точно не будут. Вот, а сразу вот к чему хочу перейти. На одной из программ, в одном из интервью, по-моему, Минаев, ее друг, приятель, да, когда брал ее интервью, там позвонил парень и задал очень такой поганенький вопросик. Но, как я считаю, вопрос очень умный. Минаев бросился ее защищать, и вот я жалею. Мне было бы интересно послушать, что Гузеева бы ответила на этот счет. Но Минаев ей практически не дал ничего ответить, он кинулся ее защищать. Хотя, мне кажется, Гузеева сама бы могла как-то парировать или, может быть, признаться в чем-то. Вопрос вот в чем заключался. Как женщина с такой сложной историей с алкоголизмом, с таким большим количеством романов, с не особо удачной личной жизнью до какого-то периода времени, ну и вообще такая вот достаточно скандальная и далеко не образец, как она может вести именно такую программу, учить людей строить любовь и так далее. Что не нашлось тех, кто нормальный пример может подать? Вот вопрос примерно так звучал. На что Минаев начал. А что? А вы бы верили в какой-нибудь красивый, силиконовый, 25-летний, да? Или какой-нибудь там типа рафинированный из Инстаграма? Была до нее такая рафинированная, но типа там не пошло, народ не верил, рейтинги были низкие. Я думаю, здесь Минаев лукает, просто потому что он друг, и он там, как он сам говорил, да, обязанному ей и ее мужу, как-то они помогали ему продвинуться в плане его публицистических работ. Верить-то можно разным людям, и у людей, которым там, не важно, 50, 60, 70 лет, разный опыт семейной жизни, полно у нас, даже если мы возьмем звездных медийных персон, которые достаточно долго в браке, которые известны, да, которые любимы не менее, а может быть даже более, да, которые имеют там более знаковые песни, более знаковые какие-то киноработы и так далее. Нашелся бы такой человек, ну, скажем так, опыт которого, ну, вполне бы адекватно воспринимался. Я думаю, музей его в эту программу пригласили именно благодаря ее харизме, благодаря ее скандальности. Она тут не просто главная, да, она говорит, я номер один в этой программе, она тут не просто главная, она одновременно, да, источник всех конфликтов, источник стыка очень таких разных эмоций. Ты ее одновременно ненавидишь, да, ты где-то с ней соглашаешься, ты понимаешь, что она говорит справедливые вещи, то есть и она создает рейтинг. Она сама говорит, что, ну, периодически я так в программах-то потравливаю, да, я же понимаю, что нужны рейтинги. Я профессионал, я работаю. Я работаю, да, то есть вот поэтому мы ее взяли. Я думаю, а не из ее какого-то великого там семейного опыта. Да, живет она с своим мужем долго, но мы же понимаем, да, что на чем это строится семья. То есть, в принципе, да, более-менее ровно модель отношений в семье, где муж добыча, где жена занимается хозяйством, причем она, как сама говорит, она получает удовольствие от этого хозяйства, готовит, вот, но тем не менее, да, имеет свою жизнь, свою какую-то карьеру. Но она не мешает ему, вот, как быть, лидером. Ну, как я думаю, это как раз модель отношений, где жена шеи. То есть, по-любому, да, все равно она играет первую скрипку, и просто где-то она корректнее формулирует свои требования, чтобы не обижать мужа, не обижать сильного мужчину. Что касается ее характера, ее психотипа. Лично я в ней вижу сразу три психотипа, они переплетаются, и поэтому у нас получается такая сложная, такая ядерная личность, да. Ну, конечно же, как в любой публичной личности, в ней есть истероидность, истероидности в ней немало, да, позерство, желание быть на виду, вот это вот все, постоянно она тянет одеяло на себя, хочет привлечь внимание, ну, надо ей, не может она без внимания. Плюс, все-таки, это более такой ярко выраженный экстраверт, ей нужно общение, там, это не ее вариант, да, где-то отсидеться, отработать и уйти в свою скорлупу. Нет, то есть, ей постоянно нужно какое-то общение, какое-то взаимодействие, да, и плюс влиять. Истероидность в ней много. Что еще я в ней вижу? Я в ней вижу эпилептоидности. Вот эта вот гневливость, вот это вот неумение остановить эмоции, уж если вот закипело, да, погнало, 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 и как с горки у нас какой-то ком катится, никак он, да, не остановится, даже если за почку он запнется, он и почку эту снесет, да, вот какая-то такая злость свойственная эпилептоидам. Есть у них это, очень у многих эпилептоидов, есть какая-то в целом злость на жизнь, злость на людей, недоверие какое-то. Есть, есть, это, ну, и там, понятно, это не в каких-то утрированных формах, но она в целом человек психически здоровый, то есть мы от нее и не ждем, да, какого-то там неадеквата. Есть у нас и без нее персоны непростые, да, в нашей эстраде. И, конечно же, в ней есть паранояльность. Я, моя система, я здесь главная, я всеми рулю, я всеми управляю. Вот все ниточки у меня в руках, я в теме, да, я живу в каком-то своем ритме, вот тогда все нормально. То есть мне очень много властности, мне очень много авторитарности, да, такая императрица. Что касается каких-то таких неоднозначных вещей, ну, вот, понимаете, она с одной стороны постоянно говорит о том, что она профессионал, она строго придерживается графика, стандарта, на работе она работает, что действительно она там ценит, да, там те проекты, в которые ее приглашают, ценит вот эту свою востребованность и просто так вот, ну, скажем так, не сдастся, да, условно, баловать не будет. Но одновременно, периодически она скатывается на вот какую-то такую эмоцию, которая все-таки кричит о некой ее какой-то вот неудовлетворенности, что ли, да, о попытке, ну, как-то вот взять больше все-таки от этой жизни, хоть какими-то средствами взять больше. Смотрите, какие неоднозначные вещи она говорит. Она говорит, ну, не раз причем, да, «Я никогда не унижаю людей». Ага, вспомните программу. Я вот на нее иногда смотрю, я, конечно, понимаю, акты, эниса, сценарий, да, они вот в этом «давай поженимся», понятно, что у них, я не могу сказать, что роли распределены, у них распределены лимиты, да. Гузеева – это, ну, во-первых, центр, лидер, да, главное, за который последнее слово. Это человек, который в лоб скажет правду, да, человек, который жестко скажет. Астролог, там, была одна, была другая, еще там какая-то была, да, неважно, там, Василиса, не Василиса, то есть это скромный, приятный, скорее по-доброму настроенный человек, который, да, исключительно даст комментарий по звездам и возникать не будет. И Роза – это такая вот, да, за деньги, за недвижимость, такая а-ля бабенка сваха из народа, да, такая простоватая, чуть-чуть наивная, да, то есть понятно, что каждый из них должен удерживать эту линию. Конечно же, Гузеева где-то переигрывает, и насчет «Я не унижаю людей», но помните, если там смотрите «Давай поженимся», была такая история, там, девушка 35 лет с мамой приходила, она с тобой живет с мамой, ну, девушка, ничего, такая приятная, не сказать, что там какая-то прям королева, ну, нормально, приятная. И Гузеева начала мать эту обвинять, что она ей жизнь не дает, что она на самом деле злится на свою дочь, что у той впереди там, да, там, секс, какие-то личные истории, что-то еще, а мама такая вот неудачница. То есть меня, в принципе, в этой ситуации удивило, почему мама не встала и не покинула студию, почему она пыталась оправдываться и приопираться с Гузеевой. Настолько, что ли, им нужна была эта программа, вот эта вот телевидение, тут тоже вопрос. Более того, на этом история не закончилась. Эти мамы с дочкой к Гузеевой аж три раза приходили. И каждый раз она на них что-то там наезжала, она просто не прекращала, да, вот, затыкать эту мать. Мать тоже переигрывала, то есть это явно была история, да, когда нет вот этой сепарации, мама не отпускает ребенка и считает, что так нужно, что так правильно, ребенок с этим сжился, ребенок не может думать там где-то своими мозгами. Но, в принципе, девочка рассудительная такая, мы не можем сказать, что она какая-то инфантильная и так далее. Но в последней передаче он был просто апогей, то есть в Гузеевой открыт на всю страну прям орала, да, там, условно, ты глупая женщина, ты злая женщина. То есть там были, знаете, обвинения на уровне какой-то вот там драки базарных бар. Мать как могла это отбивалась, но, опять же, тоже она не уходила, она не оскорбляла ответ, потому что, ну, да, у нее был какой-то здравый смысл, она понимала, что она ее потом еще за это засудит. Она начала уже на эту девчонку наезжать, что я-то думала, ты какая-то там достойная, а я смотрю на тебя, да ты просто пустая, ты никакая. И вот вся программа была вот эта, это что за... И это, вы хотите сказать, она не унижает людей, она что, не могла подобрать более корректные формулировки. Вот зачем это было? Вот она, эпилептоидус, погнали, все. Вот я на вас столько нервов потратила. То есть поэтому, ну, Гузеева здесь лукает, она унижает, унижает жестко, она прикрывается тем, что она якобы за какую-то справедливость, она сразу выводит на чистую воду, в том числе и поэтому эту программу-то и смотрит. Но явно это жестко, и у этого как много поклонников, так и много тех, кто такой не особо приемлет. Что еще? Вот смотрите, по поводу насилия. Мне не жалко женщин, которых бьют. Это убогенькие, которых бьют. То есть это она в одном из интервью рассказывала о том, что какие-то у них там соседка какая-то была, которую муж периодически поколачивал. Они попытались вроде как-то в это все вмешаться, но тем особо-то и не хотелось ничего менять. У меня вот здесь вопрос. Ну это да, это твоя позиция, что как бы семейное насилие нельзя терпеть, но это в принципе разумно. Но зачем обзывать убогенькими? Ведь очень разные бывают обстоятельства. Если человек ушел, а тот его догоняет и еще мстит. Бывает, что реально человеку некуда идти. Да, возможно, он себе составил уже план, как-то из этого выкарабкаться, но он сейчас не может из этого выкарабкаться. Просто вот так вот обижать, оскорблять, опять же, свою аудиторию, наверное, здесь стоило как бы не обобщать и как-то корректнее выражаться. Вот в этом вот вся она с ее вот этими крайностями, с ее какими-то императорскими замашками. Я думаю, в ней есть вот эта вот макеавилистическая линия, что она как бы такая всемогущая, она может больше, ей позволено больше. То есть есть в ней вот эта вот составляющая. Что еще по ней интересно? Она достаточно смелая, ярко сама себя характеризует, и далеко не всегда эти характеристики приглядные, какие-то такие неоднозначные. Ты вот смотришь на все это, и ты не понимаешь, это то ли самостек такой, да, ну и действительно она такая, то ли это просто желание вбросить хоть что-то, чтобы о ней говорили. И вот я здесь думаю все-таки зачастую, и второе тоже есть, потому что она не раз сама же говорила о том, что ей очень важна своя профессия, и она знает, как удерживать аудиторию, как удерживать внимание, удерживать известность. То есть она может раскачивать людейные эмоции. Что она про себя говорит? Она не раз бросала что-то такое, что она якобы пригибна. Она не говорила слово пригибна, но она говорила, да, что зачем мне это делать? Я лучше огурцы посолю, я лучше хозяйством позанимаюсь, я как рыба холодная, мне вообще как бы не особенно. Как-то не вяжется это, да, с ее страстностью. Действительно бывает интеллектуальная такая, невротическая страстность, да, мы видим, что это какой-то нестандартный объект, который мы хотим покорить, который мы хотим заинтересовать. И вот, в общем-то, этот человек, да, уже становится каким-то для нас там сверхзначенным объектом. То есть на самом деле интим как таково нас и не устраивает. Она агрессивная, она боецей, то есть она злопамятная, как я сама говорила, то есть да, что есть, то есть, мы это видим, мы это понимаем. Что еще по ней можно сказать, по Кузеевой, как вообще по ней будет развиваться ее история? Я думаю, что вот рано или поздно все равно давай поженимся, оно закончится. И вопрос, как ей быть, куда, в какой формат уходить. То есть непонятно, но вот этот вот типаж такой ничего не боящийся, смелый, агрессивный, он будет востребован, и может быть ей вот с ее общей задатками даже стоит все-таки о каком-то самостоятельном проекте задуматься, о каком-то самостоятельном деле, она его потянет. То есть она командирша, она человек системный, при всей ее вот этой эмоциональности, она достаточно сильная и дисциплинированная, она не любит опаздывать, она любит там четко отработать какие-то свои вот эти вот смены, там еще какие-то правила. Поэтому, опять же, понимаете, успех каких-то таких ярких личностей, при всех их недостатках, при всех их каких-то сложностей, он вполне обоснован. Мы смотрим на нее, и мы понимаем, из чего он складывался, да. Некий яркий старт ее запомнили. Все, как минимум, ей этого хватило уже на всю жизнь. Тот факт, что ее запомнили. Яркая внешность, да, до какого-то периода времени, там что еще? Сильный характер, да, умение выстроить свою харизму, но вот это мало кто из ведущих возьмет на себя вот эту роль, которую она взяла на себя. Да, вот такая якобы правдорубка. Но вот из тех идей, которые она продвигает, мне как-то ближе всего, да и вообще запоминается. Линия того, что ровня должна жить с ровней. Как раз и по большому счету она со своим мужем является иллюстрацией такой пары. Ну, не олигарховую. И она не голливудская актриса, да, с какими-то там миллионодолларовыми гонорарами. То есть нормальная, обеспеченная пара из московской тусовки, но как бы, да, не более того. То есть и по возрасту подходящий, по интересам более-менее подходящий, да. То есть она всегда в своих программах топит за то, что, ну, какая-то сильная разница в возрасте, она неприятна, она сразу говорит о какой-то корысти и не позволяет какую-то такую будущую историю строить. Ну, в общем-то, она вот за это, как правило, всегда и борется, и выводит на чистую воду, в том числе, да, для того, чтобы людям показать более какую-то адекватную картинку. То есть вот здесь вот, ну, наверное, спасибо ей, что она гнёт эту линию, она её придерживается достаточно чётко. Всё остальное, ну, тоже очень субъективно, и, ну, такое уж у неё всё-таки ампуа в данном случае, да, наковырять, да, вот что-то такое вот, показать, да, в человеке что-то такое неприглядное. Мне кажется, она, вот когда вот так вот делает, она где-то и оправдывает себя, что ли, перед самой собой, то, что, как бы, да, она много накосячила, она много где была, наверное, не права в своей жизни, вроде как, ну, все же там совершают ошибки, да, и вот очередной человек, который неправ, который там какой-то сложный. То есть вот это вот, мне кажется, в ней живёт какое-то чувство вины, я только до конца не пойму, что это за чувство вины. Может быть, за людей, там, которым она отказывала, да, которых она обидела, оно в ней есть, оно в ней проскальзывает, но её вот это вот желание, да, быть главной, чувствовать эту власть, чувствовать себя во главе какой-то системы, оно всё равно перебарывает. Очень она свою маму любила, мама умерла года два, по-моему, три назад, вот, и в Гузей, вот там, по-моему, даже к нескольким психологам ходила, то есть, ну, тесная связь с мамой была, и, ну, я думала, всё, в целом у неё такое нормальное, ровное детство было. По дочке её тоже непонятно, да, что у неё там за диагнозы. Ну, явно дочка пошла в маму вот этой вот своей эмоциональностью, даже экспрессивностью какой-то. Не читала я, что там по ней, какие выводы, то есть, это просто депрессивное какое-то состояние, или, условно, там, пиполярная какая-то, может быть, история, не знаю. То есть, я интересовалась вот, ну, то, что дочка примерно повторит судьбу мамы, может, это не будет, обязательно актёрская сфера, но вот именно, да, привлечение внимания в какой-то сфере, одиозность какая-то, это да, это, ну, и можем здесь предполагать. Сын более такой спокойный, уравновешенно сдержанный, папа в грузину пошёл, а дочка-то вот в неё темпераментом, внешне она очень на неё похожа. Посмотрим. В общем, вот такая вот Лариса Гузеева. Друзья, пишите, пожалуйста, что вы о ней думаете, смотрите ли вы её программу, как она вам как актриса, как вы считаете вот самое-то интересное, что дальше-то с ней будет, сколько она ещё продержится в каких-то проектах, да, и как она вам скорее симпатична или не симпатична. И пишите, кого ещё из знаменитостей разобрать. Друзья мои, я напоминаю вам, если вам нужна моя помощь как психолога, вы можете ко мне прийти на онлайн-консультацию. Мои контакты указаны внизу под видео. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте мои новые видео. Всем пока! Всем наскоро! Волнующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok